Дом Мамы Она будет сегодня рассказывать про деятельность этого фонда Дома Мамы Есть сайт Дом Мамы, где вы можете тоже ознакомиться с деятельностью этого клуба Еще что хочу добавить У нас сегодня в конференции присутствует основательница этого фонда Основательница этого фонда, автор этой идеи К ней можно тоже напрямую обратиться у нас через чат, через вопросы Приветствуем Архимбаеву Анархану Анархану, можете маякнуть? Да, добрый день Да, Карла Кеш Ну, так как у вас конференция на татарском Конечно, я могу выступить на казахском Но думаю, нужен будет переводчик Хотя часть какую-то, может, вы поймете Мы вас очень хорошо понимали Спасибо большое В принципе, очень близки наши языки Но все-таки, наверное, больше я расскажу на русском Если что-то непонятно, могу перевести на казахский Там уже, наверное, немножко будет понятно на татарском То есть вы сами будете рассказывать? Меня зовут Анар Рахимбаева Да, я могу сама, может, и жарочно подхватить Меня зовут Анар Рахимбаева Вот уже вы представили, сказали Мы с мужем организовали этот фонд 10 лет назад И основная цель, и даже тема ваша, да, сегодняшняя Мне очень нравится Это национальное раннее воспитание детей И мы считаем, что правильное национальное раннее воспитание Возможно только в семье И наша основная цель нашего фонда Это вообще искоренить социальное сиротство И детские дома, детские учреждения, дома малютки Где дети до сих пор у нас тоже есть Это наша большая социальная боль, проблема Которую мы очень успешно пытаемся решить Ну, здесь вкратце я скажу Что у нас было несколько этапов за эти 10 лет Первое, с чего мы начали, это были кризисные центры Для молодых матерей, которые оказались в трудной жизненной ситуации Это те, которые, девочки, приехали в большие города Учиться или работать Случались там отношения Естественно, я не знаю, как у вас, к сожалению Но у нас есть вот эта немножко национальная черта Что нельзя рожать без мужа У нас называется яд полат Это позор для семьи И в большинстве случаев молодым мамочкам некуда обратиться И единственным выходом остаётся то, что отказаться от ребёнка Потому что семья не принимает такое положение вещей Потому что это и мусульманская страна И восточный наш казахский менталитет Но мы захотели, в принципе Вы знаете, когда мамочка отказывается Мы понимаем, что это очень большая травма И для ребёнка, и для мамы Потому что мама просто всю жизнь живёт с этой травмой Что когда-то она отказалась от ребёнка И, к сожалению, решения этого вопроса нет И поэтому мы максимально попытались Чтобы сократить отказы от детей Именно новорожденных детей И мамочкам, которые до 35 лет у нас было Помочь им сохранить свою маленькую семью Мы начинали с того, что они у нас сейчас живут в доме Затем оказываем мы им медицинскую, психологическую, юридическую помощь Я дальше подробнее расскажу Именно немножко её привести в чувство Потому что вся эта ситуация, гормоны и так далее И у женщины возникает туннельное мышление Такое, что всё, вот жизнь закончилась Никто ей не помогает Также мы параллельно работаем с кровными семьями Это бабушки, тёти, сёстры И в большинстве случаев мы проводим Такую большую психологическую работу Для того, чтобы мама и новорожденный ребёнок Всё-таки были в кругу семьи Оказываем юридическую помощь Естественно, это установление отцовства Алименты и так далее Какие-то справки, социальные пособия И в принципе, в среднем у нас они находятся 6 месяцев И за это время мамы могут практически Очень хорошо социализироваться И даже если родные не принимают Они спокойно идут в самостоятельную жизнь Но самое главное – это сохранить ребёнка в семье И чтобы ребёнок не оказался в доме ребёнка За эти 10 лет, которые у нас существует в фонд Мы помогли почти 6000 мам прошло У нас детей прошло, конечно Вот 5000, вот если точно там в цифрах говорить Более 6000, потому что у нас были и двойняшки Более 6000 детей не попали в дома ребёнка Остались со своими мамами, со своими семьями Можно дальше слайд Вообще наш фонд покрывает весь Казахстан Кризисные центры находятся во всех городах Крупных городах, областных центрах нашего Казахстана Конечно, в республиканского масштаба городах Это в столице, в Алматы, в Шемкенте У нас по несколько домов Потому что там всё-таки прибывает больше мамочек Молодых девушек, которые, ну так скажем Приезжают учиться и работать В разное время было разное количество На сегодняшний день у нас 21 дом Дома у нас полностью финансируются нашими меценатами И это чисто такой, скажем Не привязан к государственному финансированию Никаким грантам и так далее Следующий слайд, пожалуйста Вот то, что я сказала Помимо того, что это какие-то бытовые условия Очень большое значение у нас именно социализация Это социальное предпринимательство Во-первых, мы восстанавливаем и документы И психологическая помощь И всё-всё-всё Вот то, что это краткие результаты Которые мы в течение времени пребывания с мамой В течение шести месяцев пытаемся решить Если говорить в цифрах За 10 лет, вот вы видите эту диаграмму Где отмечен самый главный показатель Это снижение детей в домах ребёнка в Казахстане На сегодняшний день Вот мы буквально смотрели недавно Порядка 400 детей всё-таки ещё остаются в домах ребёнка Но именно дома ребёнка сейчас Они заполнены у нас на 40% Если вот говорить о проектной мощности Там рассчитано на большое количество детей Сейчас детей до 4 лет в Казахстане практически нет Если есть, то это дети, которые с диагнозами Или сиблинги Это братья и сёстры из больших семей Есть большие детки Есть новорожденные детки И в большинстве случаев, конечно, это мамы Которые находятся там В местах заключения Или там длительное лечение Но это такая большая тоже социальная проблема Которую мы тоже решаем И дальше я тоже цифры покажу Можно следующий слайд Конечно, увидев успехи самого кризисного центра Мы понимали, что количество детей Вообще в учреждениях Это не так быстро растёт Потому что дети поступают же Не только новорожденные Разные возраста И следующая цель у нас В 2016 году мы открыли Национальное агентство по усыновлению Где мы готовим, обучаем, подбираем Помогаем с документацией Это семьям казахстанских граждан Которые хотят усыновить детей В том числе мы готовим статусы детям Потому что вот как раз таки Длительно, когда дети находятся Не всегда учреждения Или органы опеки у нас Работают с юридической документацией И не всегда дети могут Устроиться в семью Ну, здесь вот перечень Я уже не буду говорить Чем мы занимаемся Я только единственное Хотела бы отметить Что в 2019 году Нашим фондом мы инициировали Изменения в кодексе Семьи и браки Республики Казахстан И по закону Прежде чем семья берёт Ребёнка в семью Обязательно прохождение Школы приёмных родителей Основной результат Это то, чтобы не было Повторных отказов Потому что возвраты детей Конечно, это очень большая Проблема, когда вторичное сиротство Это психологическая травма За время нашей работы Вот у нас более 14 тысяч Граждан было проконсультировано Подготовлено в ШПР И 1722 ребёнка Сейчас нашим фондом Устроено в семью И здесь просто этой цифры нет И более 800 семей У нас находятся на сопровождении Потому что помимо того Как устраиваются дети У нас ещё есть добровольная Правда, мы настаиваем сейчас На том, чтобы это было В законе закреплено Обязательно сопровождение Потому что есть своя специфика Адаптации детей Которая зависит уже От количества лет Проведённых в учреждении Третьим направлением В 2018 году Это было то Преобразование Трансформация детских учреждений Так скажем Для более приближённого К семейному содержанию Детей Всё-таки тех, которые Не устроены Детей в семью Мы проводим пилот В трёх регионах страны Это тоже очень большая Хорошая такая Продуктивная работа И на базе вот этой работы Следующий, наверное, слайд Или чуть позже будет Это то, что мы сейчас Хотим внедрить в Казахстане Институт профессиональной семьи Институт профессиональной семьи Это тоже вот Сейчас лоббируем закон В нашем мажорезе Это вот опять же В виде графика Насколько Вот вся наша Разносторонняя работа Сказалась на количестве детей Это уже во всех учреждениях У нас сейчас в Казахстане 4 916 детей Это было в 2021 году Учитывая то, что мы Первое, это предотвращаем Попадание детей И если же всё-таки Предотвращаем Попадание новорожденных детей Второй этап Максимально устраиваем Детей в семьи И в принципе Количество в два раза уменьшилось Количество детей В детских домах Сейчас очень большое Вот я то, что я сказала Именно домов ребёнка Мы сейчас пересматриваем формат В ресурсные центры Переводим Это работа По профилактике Социального сиротства Чтобы предотвратить Попадание В дом ребёнка Мамы, которые находятся В трудной жизненной ситуации С 2021 года Сейчас буквально Чуть больше полугода У нас возвращены в семьи Уже 406 детей Здесь мы в очень близком контакте С именно кровными родственниками Социальным окружением Мамочки И те мамы, которые временно Оставили ребёнка В домах ребёнка Мы прорабатываем Весь круг её вопросов И максимально возвращаем Это тоже Очень большой показатель Для нас Поэтому Большая часть детей В домах ребёнка Они сейчас находятся В семьях Но мы эти семьи Тоже сопровождаем Ещё один пятый этап Это вот в прошлом году Он у нас в начале стартовал Не секрет, что В учреждениях Даже вот из тех Которые мы озвучивали Там 400 детей В домах ребёнка Это вот Я думаю, что Как у вас система До четырёх лет И после четырёх До восемнадцати Это уже детские дома У нас по статистике Это восемьдесят процентов Конечно, имеют диагнозы В большей степени Конечно, это средние Лёгкие диагнозы Но всё равно диагнозы Отпугивают приёмных родителей Очень многодетные есть Семьи, сиблинги Братья, сёстры Разнополые Разновозрастные И для того, чтобы Всё-таки Вот анализ Двадцать первого года У нас показал Что шестнадцать процентов Детей, которых Устроили Были уже с диагнозами И сейчас Из-за того, что Детей не так много В домах ребёнка В детских домах Наши приёмные родители Готовы Брать в семью Деток с диагнозами Здесь мы Внедрили нашу пилотную программу По реабилитации Мы помогаем Приёмным родителям Приёмным семьям Чтобы максимально Реабилитировать Детей Исключить эти диагнозы Проводятся операции Очень хорошие результаты У нас детки в семьях Которые даже вообще не ходили У нас есть детки Которые с диагнозом ВИЧ-инфицированные Есть детки с диагнозами ДЦП С аномалиями развития конечностей И в принципе в течение Очень короткого времени После реабилитации Детки Очень меняются Потому что любовь Внимание Которое в семье Конечно Даёт свои результаты Сейчас мы поддерживаем 73 семьи Которые вот Ну взяли у нас в программе Можно дальше Ну вот то что я уже говорила То что сейчас мы ведём пилот В Акмолинской области Это вот рядом с Астаной По институту профессиональной Приёмной семьи И мы хотим В рамках реализации Этой программы И вообще Исключить попадание детей В детское учреждение И это вот Если по-другому говорить Это фостерные семьи В принципе Чтобы дети не находились В интернатном учреждении Потому что травма полученная В стенах интернатного учреждения Я сама просто знаю По себе Как приёмная мама У меня Семеро детей Трое из них приёмные Мы взяли в семью Довольно взрослых детей Там Дочке было 10 8 Мальчику Сыну было И младшей самой Было 5 И знаете Вот те 4 года Которые они провели В интернатном учреждении Они сказались Очень сильно На и психике На поведении И сейчас Вот эта вся работа Построена для того Чтобы минимизировать Вообще травматизацию Ребёнка Который находится В стенах Закрытого Очень Так скажем Не ориентированных Счастливое детство В учреждении И наша самая Главная цель Чтобы в Казахстане Детских домов Не было И в каждой Любящей семье Конечно Воспитать И национальные традиции Почитание взрослых Старших И так далее Преемственность поколений И какие-то Культурные вещи И в том числе Всё-всё Раннее развитие Которое у нас есть Спасибо за внимание Рахмат бик зор Анарханам Бик Кызык Хам бик Жидде тема Василёдагас Нащенки Будь тема Трунда Ощак Силел Ещё раз огромное спасибо Анарханам За то, что Согласились выступить За то, что выступили Очень интересно Слушать Про такую Не всегда Открыто обсуждаемую В обществе Тему Было бы интересно Про опыт Когда приёмные дети И родители Различного этнического Происхождения Возникают ли Какие-то Противоречия Непонимания Ну, вы знаете Про противоречия Непонимания Не только В разнице Скажем Национальном Вообще Очень трудно Если говорить Глубоко В психологию Уходить То ребёнок Который находится В детском учреждении Он Силь Это травма Привязанности Горе потери Такие Ну, как бы Если вот С психологии брать Он Он совершенно другой Он настолько травмированный И вот эти вот Первые Первое время Когда он находится В семье У него распаковка Идёт всех этих травм Я честно скажу У нас Когда Ну, через месяц Конфетно-букетного романа Да Когда мы привезли Семью детей Через месяц И в течение Там полтора Два года Была Адаптация Сложнейшая И Это не было Не зависит От национальности Или языка На котором Ты разговариваешь Это сама Психология Вот Ребёнка И Взрослой семьи Трансформация Изменения Идёт в семье Целиком И Исходя из нашего Опыта Мы взяли детей В пятнадцатом году На тот момент У нас Не было Подготовленных Психологов Которые могли бы Нас сопровождать Объяснять Что происходит С ребёнком Когда там Ну Происходят Такие странные Вещи Ну там Когда Я не буду Просто Говорить Это просто Проходит В школе Приёмных Работителей Ну как бы Скажем Очень странное Поведение Детей Казалось бы Взрослых Детей И тогда У нас В шестнадцатом году Мы год Это проходили И в шестнадцатом году Мы приняли С мужем Решение Что Будет ещё Одно Второе Направление Где На профессиональном Уровне Будут обучать Родителей Как реагировать На те Или иные Там скажем Поведения То или иное Поведение У нас Очень много Детей Межнациональных Понятное дело Есть Европейские Национальности В основном И казахи Есть в детских Домах Детки И родители У нас Разные Разных Национальностей Есть у нас И межрасовые Устройства В семью В плане Того Что разные Национальности Вы знаете Ребёнок Не знает Национальности Ребёнок Знает Вот из детского Дома Ребёнок Знает Только свою Боль Он только Знает То что ему Нужна Любовь И внимание И в большинстве Случаев У нас Не происходит Возвратов И как бы Там Отказов На национальной Скажем Почве В основном Это конечно Такие проблемы Более глубинные Психологические Проблемы В национальных Вопросах Так скажем Вот если Семья состоялась Там Ребёнок Обычно Чаще Бывают Русские Семья Допустим Казахская Потому что Ну как бы Немножко Национальный Разлёт Он Чувствуется У нас Потому что Казахов И казахи Есть и русские Но русских Немножко больше И вот они Там И возрастами Постарше Бывают Разногласий По национальности Из всех тех Которые Проблем у нас Было Не было Рахмад Бигзур Огромное Спасибо Ферхад Тоже Написал Огромное Спасибо За ваш Опыт Анарханом Мы Продолжим Спасибо Я знаю Что у вас Уже 15 плюс 3 Это 18 50 Уже Почти 7 часов Вечера Разница Во времени Еще раз Огромное Спасибо За выступление За ваш Опыт Вообще За такой Хороший Проект Было бы Здорово Что Такую же Идею Начали Реализовывать У других Регионов Спасибо